Как вырастить помидор рапунцель, секреты необычного сорта с роскошными, красочными томатными косами. 20 февраля 2021 года отправить комментарий подписка на комментарии, теперь наши статьи. Про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс Дзен похожие видео оливковое дерево в домашних условиях. Все секреты успешного выращивания 19 декабря 2020 года, выращивание мальвы в саду, Секреты пышного цветения 25 апреля 2019 года выращивание липа на участке Все, что нужно знать садоводам 5 апреля 2019 года выращивание Тимьяна в саду, что любит многолетник и чего стоит избегать 21 марта 2019 года Новые статьи декоративной и Лекарственное растение Трава лиспидица 28 ноября 2021 года Уникальное растение змееголовник можно вырастить на своем Участки 27 ноября 2021 года Полезные свойства облепихового сока, о которых вы не знали 27 ноября 2021 года Как и для чего используют уникальные лечебные свойства живицы сосновой 27 ноября 2021 года Белая ворона Листовой кактус периския 27 ноября 2021 года Вопросы ответы действительно ли растительные средства безвредны Вызывает ли пустырник привыкание 14 ноября 2021 года, чтобы полезное не стало вредным, норма тыквенных семечек День 14 ноября 2021 года Продукт, который подарит вам молодость, как готовить сухие грибы, шитаки 13 ноября 2021 года Могут ли быть опасными красивые реликты, что накапливают папоротники 13 ноября 2021 года Полезные отходы Спасики Можно ли есть пчелиный подмор 12 ноября 2021 года Описание сорта Рапунцель Интересный сорт томатов черри Своё красивое название он получил за длинные ветви, свисающие вниз и напоминающие косы знаменитой сказочной героини Рапунцель, известной своими длинными волосами Сорт устойчив ко многим заболеваниям и вредителям, благодаря работе селекционера Он высокорослый, стебли вырастают до 2,5 метров и спускаются каскадом Корневая система мощная, стержневая На гибких, тонких ветвях вырастает большое количество крупных темно-зеленых листьев Согласно описанию, помидоры сорта Рапунцель относятся к ранее спелым Урожай собирают через 75 суток после появления всходов Плоды собраны в красивые длинные кисти, располагаются один напротив другого На каждой кисти вырастает до 40 мелких округлых помидорок, размером с грецкий орех, массой 15-25 грамм На одном кусте вырастает больше 5 плетей, дающих по 5-6 килограмм вкусных плодов Томаты глянцевитые, при созревании приобретают ярко-красный цвет внутри и снаружи, на ощупь упругие Вкус у помидорок приятный, кисловато-сладковатый, насыщенный Внутри они сочные, мясистые Содержат две камеры с небольшим количеством мелких семян Как вырастить помидоры Рапунцель на балконе, в теплице, в незащищенном грунте Растение хорошо себя чувствует на лоджиях, балконах, теплицах В южных регионах его можно выращивать в открытых грядках На балконах, в отапливаемых теплицах плодоносит круглый год при соответствующем уходе Так как выращивание помидоры Рапунцель требует много внимания, огородники заранее изучают все тонкости процесса Капризов у гибрида немало почва для его посадки должна быть слабокислой Томату нужно много пространства из-за высокорослости и обязательное подвязывание длинных плетей к опорам, иначе они будут касаться Земли и часть урожая сгниет Растение нуждается в обильном солнечном свете, регулярном внесении подкормок, высокой температуре воздуха, не менее плюс 22 градусов днем И плюс 17 ночью, чтобы прекрасные томатные косы не завяли Если солнце редко выглядывает, требуется досвечивание специальными люминесцентными лампами Особенности посева семян Посев на рассаду проводят с середины до конца марта Подготовка семян к посадке не отличается от стандартных подготовительных работ, проводимых у всех посленовых отделяют пустые семена, помещая их в насыщенный солевой раствор и перемешивая Хорошие семечки, годные к проращиванию, опустятся на дно Всплывшие выбрасывают, остальные промывают и подсушивают Протравливают марганцовкой для обеззараживания в слаборозовом растворе марганцовки в течение 20-25 минут После обработки семена споласкивают, снова подсушивают в хорошо проветриваемом тенистом месте Они уже обеззаражены, обработаны стимуляторами роста, о чем свидетельствует их оранжевая или зеленоватая окраска Информация об обработке указывается на упаковке, поэтому ее нужно внимательно изучить Для рассады подойдут торфаные стаканчики или контейнеры Подготавливают почву, смешав две части торфа, по одной части садовой земли и перегноя, добавив стакан золы Засыпают в выбранную тару, но не до верха, а оставив 4-5 сантиметров Аккуратно карандашом или палочкой делают неглубокие бороздки на расстоянии 3 сантиметров друг от друга Равномерно рассыпают семена, слегка присыпают торфом Поливают или опрыскивают из пульверизатора теплой водой Закрывают пленкой и убирают в теплое место, где температура держится в среднем плюс 25 Ежедневно на несколько минут приоткрывают мини-тепличку для проветривания, чтобы семена не загнили Уход за рассадой при соблюдении всех правил агротехники ростки появятся на 4-7 сутки После их проклевывания укрытие снимают, тару переносят на теплый, солнечный подоконник Молодым саженцам обеспечивают 16-часовой световой день Если солнечного света недостаточно, досвечивают растения фитолампами Температуру поддерживают не менее плюс 20 градусов Поливают рассаду по мере подсыхания верхнего кома земли, лучше из пульверизатора, чтобы не переувлажнить почву Рапунцель не любит влагу, при ее избытке томаты быстро загнивают и погибают При появлении трех настоящих листьев саженца пикируют, пересаживая в отдельные большие горшки и продолжают ухаживать аналогичным способом Пересадка томата рапунцель рассаду высаживают в грунт, когда пропадет угроза заморозков, а почва прогреется до плюс 15 градусов Это середина, конец мая Спасева семян должно пройти не менее 50 дней Для посадки выбирают солнечное место Почву в открытых грядках или в теплице подготавливают с осени, перекапывая, добавляя суперфосфат, навоз Весной грядки снова перекапывают, вносят органические минеральные удобрения, неглубоко рыхляд Устанавливают опоры для дальнейшей подвязки высокорослых растений Для рассады подготавливают лунки глубиной 10 см, размещая их на расстоянии полуметра друг от друга Между рядами оставляют по 70 см Аккуратно высаживают кустики, присыпают их торфом или плодородной почвой, осторожно приминают и поливают Уход за томатами после пересадки для получения хорошего урожая Помидоры рапунцель в домашних условиях строго соблюдают агротехнические нюансы Сорт не переносит переувлажненности грунта, поливают его умеренно, раз в 5 дней, направляя струю под куст Проведение трех подкормок Первую подкормку в теплице, на балконе и в открытом грунте проводят на 11 день после высадки рассады Подкармливают гибрид раз в 2 недели органическими удобрениями Если используется куриный помет или навоз, то готовят раствор, разводя в 10 литров воды литр органики Настаивают трое суток Для подкормки 0,5 литра раствора разводят в ведре воды, вносят под томатные кусты, предварительно полив их обычной водой и прорыхлив почву Второй раз подкармливают растения во время активного цветения таким же количеством удобрения Третья подкормка требуется в начале плодоношения, а потом раз в 14 дней Концентрация удобрения для них увеличивают в 2 раза Обязательно для таких высокорослых растений формирование куста Это увеличивает урожайность, снижает количество зеленой массы, сокращает сроки созревания Куст формируют в 1-2 стебля Если оставить 1 стебель, урожай созреет раньше, а если 2, то он будет обильней Своевременно удаляют пасынки, вырастающие в пазухах между основными ветками, и прищипывают точку роста основного стебля Плодоносить растение начинает через 2-3 месяца после проклевывания всходов В это время внимательно наблюдают за кустами Согласно описанию томат рапунцель относится к салатным сортам Плоды быстро портятся, поэтому собирают их в стадии молочной зрелости и консервируют Спелые, а особенно переспелые помидорки для консервирования не подходят, их тоненькая кожица сразу же трескается Их употребляют свежими, готовя вкусные витамины и салаты, овощные рагу и запеканки Как вырастить помидор рапунцель на балконе Рапунцель прекрасно растет на балконах, лоджиях, украшая их изумрудными каскадными стеблями С гроздьями ярко-алых помидорок Особого отличия от выращивания в грунте нет Перед тем, как выращивать помидоры рапунцель на балконе, удостоверяются, что его площади хватит для размещения двухметрового гиганта Хорошо, если лоджия располагается с южной, солнечной стороны, чтобы растению хватало солнца в течение дня А ночью температура воздуха не опускалась ниже плюс 15 градусов Днем держалась на уровне плюс 25 градусов Емкости замачивают в растворе марганцовки для обеззараживания на 30 минут На дно насыпают дренаж керамзит, черепки глиняной посуды Затем насыпают грунт для томатов и перцев Высаживают рассаду, заглубляя на 15 сантиметров Поливают теплой водой В остальном уход за рапунцель такой же, как в теплице или открытом грунте Обязательно их подвязывают к опорам, формируют куст Подкармливают растения на балконе раз в две недели Используя комплексные удобрения для перцев и томатов Здравень, кристаллон, разводя Их в соответствии с инструкцией Томат рапунцель – гибридный сорт, выведенный совсем недавно Но уже привлекший к себе внимание многих садоводов и огородников своим Необычным внешним видом, за который его называют томатным виноградом Длинные плети с кисточками мелких, ярко-красных помидорок Действительно напоминают виноградные лозы с сочными гроздьями Спускаясь вниз изумрудно-рубиновым каскадом Они красиво смотрятся на балконах, в открытом грунте, в теплице Привлекая внимание и радуя взгляд Продолжение следует... Продолжение следует...